В эфире же недельная программа Тюменская арена, студия Ван Лубов. Здравствуйте! Сегодня мы как и всегда расскажем о самых запоминающихся событиях прошедшей недели и главных победах наших спортсменов за эти 7 дней. Сейчас коротко о главном. Мусама Гушков и Наталья Кузютина принесли немало медалей в копилку не только тюменского, но и российского дзюдо. Глядя на их успехи рвется к вершинам и сибирская молодежь, в частности Джават Гусейнов и Любовь Орлова. Беркут когти не показал, а вот МФК Тюмень оказался птицей хищной. В двух матчах мини-футбольной суперлиги подопечные Игоря Путилова гостям из Чечни шансов не оставили. Долго запрягают, да быстро едут. Хоккеисты Рубина взяли в привычку давать фору софернику в выездных матчах чемпионата ВХЛ. Однако, что важнее, не отступают они и от еще одного принципа – непременно побеждать. Из Алматы с подсчетом и уважением вернулись воспитанники Центра Олимпийской подготовки «Тюмень-Зюдо». Радушный Казахстан принял чемпионат мира среди кадетов до 18 лет. Вице-победителем в личном турнире стал тюменец Джават Гусейнов. Табалячка Любовь Орлова вместе с партнерами принесла России бронзу командного турнира. Джават здорово вырос всего за один сезон. Начав победное шествие с первенства области и Урфо, закончил серебром чемпионата Европы и мира среди кадетов. На дзюдоисском мундиале в Казахстане провел разные по сценарию схватки, но настоящая драма и борьба нервов случилась в четвертьфинале. Итальянца Даниэля Аккольи сибиряк перетерпел в экстра времени. Для меня была самая тяжелая схватка за этот турнир. Мы провели с ним 6,5 минут. Было на спорой 2 минуты боролись. Ну я знал то, что он уже боролся до этого с грузином в полную схватку и у него было меньше, чем у меня. Так сказать, голодный скорр завел его и поймал. Остановить Джавата смог лишь французский вундеркинд Кенни Левизе в финале. Тюменец признается, что для реванша будет теперь тренироваться еще сильнее. За меня болел там весь зал. Для меня бывает очень удивительно. Вот. Так же мой отец мне звонил. Не смог приехать по специалистам. Мой тренер был Александр Мокшерев и мой тренер Андрей Вуков. Он сказал, что молодец все-таки. Ну, конечно, ожидали все золото. Ну, он сказал, хорошую борьбу показал. И главное, что есть характер. Ну, настраивался все. Адреналин, конечно, зашкаливает каждый раз. Особенно вот на мире там вообще я с ума сходил. Выходил, дышал, обратно заходил. В следующей встрече с ним разговаривал. Ну, успокаивал себя, подходил с ним разговаривал, объяснял вот это то, 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 то. И опять садился на трибуны и продолжал болеть. Тоболячка Любовь Орлова была заявлена на вене с первенства мира. Командный турнир. Шанс защитить честь сборной подопечная Алексея Кочетова выпал в полуфинале. Она без особых усилий двумя в Азаре одолела соперницу из Азербайджана. Чувствовала ответственность, что все это первенство мира, с борьбазовым финалом я очень хотела выиграть, принести очко моей команде. В команде ты вот не только за себя борешься, но и за всю команду. И просто, ну, не можешь проиграть. Вот. И в команде как-то мы так более все там настраиваемся. И, ну, полегче бороться, если честно, в команде. Потому что чувствуешь, что рядышком, ну, с тобой вот. Отличительная черта Любови – спокойствие у Дава. Орлова по-настоящему уверена в себе, и она была готова выйти на решающую схватку полуфинала. Но жребий выбрал не ее, и сборная довольствовалась бронзой. А жаль, дзюдо – настоящая страсть тоболячки, и своего она не отдаст. Это и отличает Любовь, что она стрессоустойчивая, спокойная, рассудительная, поэтому с ней работать легко и в удовольствие. И я думаю, если она будет продолжать так же работать, то может быть хороший результат во взрослом дзюдо. В конце первого класса просто мы с мамой шли после школы, и нам вот женщина получила этот пригласительный. И мы вот пришли, мама меня отдала, и мне сразу понравилось, и я начала заниматься. Теперь перспективных тюменских дзюдоистов ждет важный переход в группу юниоров до 21 года. Гусейнов, например, и вовсе перейдет в более тяжелую категорию – до 100 килограммов. Он еще ребенок, он еще растет. Если бы он взрослый, то смысла перехода этого нет. А здесь он растет, мышцы растут, поэтому если немножко сейчас посадить его на кач, он будет весить около 102 килограммов. То есть 90 – это уже просто физически нереально гонять. Тюмень в канун раунда Лиги чемпионов просто хороша. Не согласиться с самым разбирающимся в стране минифутбольным экспертом, по его же мнению, Владиславом Хремкиным, невозможно. Сибиряки мотивированы настолько, что в рамках перенесенных матчей пятого тура Российской Суперлиги катком прошлись по Беркуту из Грозного. Подопечные Игоря Путилова отгрузили команде из столицы Чечни 14 мячей, одержав две домашние победы. Как бы то ни было, но в стартовые минуты первого матча Роман Аносов и компания смотрелись предпочтительнее действующих чемпионов страны. Гости имели несколько прекрасных возможностей открыть счет, однако не смогли их реализовать, тем самым позволив сибирякам прийти в себя и постепенно перехватить инициативу. Начало разгрому дебютанта элитного отечественного дивизиона положил капитан, в касание отправивший мяч в сетку после подачи углового в исполнении Ивана Милованова. До перерыва окончательно раскрепостившиеся тюменцы отличились еще четырежды, забивая на любой вкус. Прицельными ударами по воротам Павла Шамарина отметились Сергей Крикун, Андрей Батырев, Камиль Гирейханов и Иван Бахур. У нас очень сложный выезд. Сначала Синара, потом Тюмень, чемпионы. Очень сложно играть через три дня на четвертый. Спаренные матчи по 25 минут очень сложно. Тем более мы восьмером играли в визе, в том туре. Здесь у нас прибавилось, но видно, что силы на исходе. Ушли с комфортным счетом на перерыв, и уже второй тайм просто на линку доиграли тоже. Что-то пробовали, какие-то свои, может быть, наигрыши. Удерживали счет и получилось счет забить. Второй тайм превратился в формальность. Подшефтная Путилова продолжили играть в атакующий футбол. Но на 33-й минуте встречи Антон Белоусов лишил бразильского голкипера Тюмени Лео первого сухаря в составе черно-белых. В оставшееся время сибиряки имели шансы довести счет до двузначного, но остановились на восьми забитых мячах. Результативными ударами, поворотом уже Александра Костромина во второй половине поединка отметились Бруно Тафи и дважды Сергей Крикун, оформивший хет-трик. Моментов было намного больше, и как Саня Уфалев заметил, говорит, что мы не совсем идеально играли своей четверкой, то есть есть куда там работать, расти нам еще, то есть нужно прибавлять, есть куда прибавить. На чем нужно прибавить, чтобы в Лиге чемпионов не допускать ошибок? Ну, например, во втором тайме мы вышли немножко уже расслабленные, и из-за этого стали немножко плохо двигаться, поэтому нужно до конца играть с таким же настроем, как мы вышли на игру. Ну, так получилось, что сегодня три, по-моему, или четыре стандарта мы пропустили, хорошо исполнили игроки, мы где-то пытались там прочитать еще что-то, они видят это, наказывают нас, реализуют моменты. Мы свои моменты в первом тайме не реализовали, у нас было достаточно моментов, чтобы повести в счете. Мы не реализовали их и получили сразу гол, один-ноль и там пошло, чуть-чуть надломились, может. Во-первых, поискать себе, почему мы так начинаем невзрачно, можно сказать, и непонятно, игры, но я думаю, надо от этого в скором времени отходить, и именно с первых секунд, как мы и просим ребят, и они уже стараются это выполнять, чтобы включаться на максимум, потому что в преддверии Лиги чемпионов, а там тем более тайм по 20 минут и на 10 минут меньше игры. Атакующий порыв клуба из Чечни поджег и начало второй встречи. Остудил его Артем Антошкин. Капитан после передачи Ивана Милованова в касание перевел мяч за спину Павлу Шамарину. Игра вроде бы успокоилась, пока ее размеренный ход не прервал Максим Герасимов. Он совершил отбор в центре площадки, соорудил стенку с Криллом Козловым и перехитрил Лео. А чуть позже оформил дубль. Сравнять счет действующим чемпионам страны удалось лишь под самый занавес тайма. Отличился Андрей Батрев. Постоянно об этом говорим, что, ребята, концентрация 3 секунды осталась. Ну, так случилось. Ничего страшного, мы идем вперед. Мы немножко поменяли игру в обороне. Стали больше играть от обороны. Не прессинговать тюмень. Ловить их на контратаке. Ну, две контратаки забили. Ну, одну контратаку, один угловой. Так что терпим в обороне. Мы не можем пропускать на последних секундах голы. Это убивает команду. Это психология. Это вот тот нюанс, который надо исправлять. У одной команды психологическое преимущество, подъем. У другой команды наоборот. Поэтому будем рассмотреть, разбираться. Но еще раз благодарен своей команде за отличную игру. У нас не так много, но я думаю, что мы понимаем, где нам надо брать свои очки для того, чтобы выполнить задачу пойти в плывок. После перерыва тюменцы больше не позволили дебютанту Суперлиги рассчитывать на положительный результат. С начала ворота Беркута ударом со штрафного поразил Антошкин. Позже отличился Таффи. В концовке поединка, когда гости пытались переломить ход встречи в формате 5 на 4, забили Иван Милованов и Александр Упалев. 6-2. Победа Тюмени. Первый гол там невынужденную ошибку совершили. Там рикошет, рикошет. И в итоге нам мяч заскочил в ворота. И дальний удар, который мы разбирали, ну там игрок хорошо попал. Из-за этого 2-1 стали проигрывать. И еще сегодня, наверное, реализация была поменьше, чем вчера. Из-за этого такой тяжелый первый тайм был. Было приятно играть. А две победы нам такой подспорье, психологическая, наверное, перед лигой чемпионов, что нам этого не хватало. То есть какую-то уверенность почувствовать, думаю, это нам поможет. Две победы и шесть очков, которые нам нужны были, как воздух. И ребята выполнили установку. Причем показали, ну, достаточно хорошую игру. Мы в перерыве сейчас, когда у нас была пауза, очень много работали. И дальше будем продолжаться, трудиться. Впереди у сибиряков основной раунд Лиги чемпионов, матчи которого состоятся в Литовской Янаве 8, 9 и 11 октября. Хоккеисты Рубена в текущем чемпионате ВХЛ непобедимы на выезде. Сибирьки одержали победы во всех на данный момент гостевых матчах сезона. Причем четыре из них добыли волевым образом. А две последние встречи против Воскресенского химика и Хуму из Ташкента прошли словно по шаблону. Каждые из игр сибиряки пропускали быструю шайбу. Но находили в себе силы отыграться во втором периоде. А затем и вырывать победу в концовке третьей 20-ти минутки. Тренеры нас подтверждали каждый матч, что соперник начнет активно навязывать свою игру. И мы к этому были готовы. Но так складывалось, что пропускали. И давались нам первые периоды очень тяжело. Команда бежала. И нас предупреждали, что Хуму, очень у них первые периоды вообще они выигрывают очень часто. Поэтому ставили, пытались, конечно, тоже держать удар. Но хорошо, что после пропущенной шайбы мы только еще злее становились. И пытались сравнять и вести уже свою игру. В поединке против Химика тюменцам пришлось сдерживать одного из главных героев сибиряков прошлого сезона. Илью Карлина. Экс-снайпер Рубина помог отличиться хозяевам уже на второй минуте, когда ассистировал Евгению Соловьеву. Однако больше Алексей Артамкин в этой встрече не пропускал. Пятя итоговые два очка дались подопечным Михаила Звягина с большим трудом. Тем более, что перед матчем из-за проблем со здоровьем они не досчитались самого полезного исполнителя команды Андрея Алексеева и центр-форварда Константина Бевова. Вдобавок шайба долгое время упорно не хотела пересекать линию ворот Химика. Уже в стартовом отрезке Рубин почти вдвое перебросал хозяев. Но голкипер Александр Тружков сбоев не давал. Следующий период Рубиновые начали в большинстве. Шанс упустили. Но поймав атакующий кураж, восстановили паритет. Силовую атаку завершил Роман Горбунов. Очень здорово, что ребята смогли второй матч на зубах отцовки вытащить. То есть это говорит о новом. Парни появляют характер во втором матче. Если в прошлом мы говорили 0-3, сегодня, выходя на третий период, понимали, что соперник тоже будет иметь моменты. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты. Заключительный период стал для тюменцев испытанием на прочность. Реализовавший до этого матча 26% большинства Химик получил вагон времени для того, чтобы огорчить Рубин в этом формате. Хозяева даже играли 5 на 3. Однако преодолеть сопротивление сибиряков, увы, не смогли. А затем сами остались вчетвером за нарушение численного состава. И получили гол Станислава Калашникова. За минуту до сирены Трушков уступил место на льду полевому игроку. Но победный результат тюменцы удержали. 2-1. В таких играх с такими соперниками реализация большинства забивает 5 на 3, 5 на 4. Сегодня вот этого не будет лучше. И поэтому моменты решает именно вот этот счастлив. Третью волевую победу подряд Рубин одержал в Ташкенте над Хумо. Уже на первых секундах удаление схлопотал Денис Сандер. И хозяева моментально воспользовались большинством. Однако на экваторе встречи на табло загорелась вторая единица. После броска Михаила Железнова шайбу в сетку переправил Егор Чугуев. В итоге все решилось в третьем периоде. Чувствовавший ответственность за пропущенную шайбу Денис Сандер сменил гнев тренерского штаба на милость. На 54-й минуте форвард отобрал шайбу у соперника и хладнокровно бросил в угол. Какие ощущения? Чувствовал вину перед командой. Естественно, там неоправданное удаление в средней зоне. Просто чисто моя вина была. Был заряжен, что нужно исправляться. Чувствовал, что все своим чередом идет и все равно команда вырвала. Нет, конечно, хотел я исправиться за это удаление. Но так получилось, что там оботрал соперника. Здорово, он растерялся немножко. Я этим воспользовался. Тюменцы возвращаются домой со щитом, одержав верх во всех выездных поединках. А ведь в самом начале этого турне сибиряки еще и обыграли в овертайме столичную звезду, уступая по ходу встречи 0-3. Это очень уступляет команду, потому что все выкладывают. После игр видно, что команда была вышита, как ремонт и сидят понише, но духом и сильные, и все довольные. Все там шайбы ловят на себя. Все вносят вклад большой в успех команды. Впереди подопечных Дягина ждет домашняя серия игр. Стартует она в понедельник противостоянием с пензенским дизелем. Нашумевшая история, брошенных в Сочи на произвол судьбы юных тобольских легкоатлетов, отправившихся на финал всероссийских соревнований «Шиповка юных», стала ярким примером того, как из рядовой проблемы, которую легко было решить быстро и без лишнего ажиотажа, можно раздуть скандал национального масштаба. В ситуацию пришлось вмешаться руководителям разного уровня. Во всяком случае, областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования приступил к служебной проверке событий. Мы же предлагаем вам точки зрения на произошедшее участников обеих сторон. Почему вы живете в частном секторе и вам не сняли гостиницу? За отсутствием финансирования. Мы этих денег не получили. Мы ждали поступления этих денег до нашего отъезда. Во время пути я неоднократно обращался к Сергееву Олегу Владимировичу за перечисленные ли средства или не перечисленные. Однако ж, либо молчание, либо ответы. Поэтому нам на что хватило средств, так мы и разместились. Практически всем командам, по крайней мере, Тобольским, как нам известно, родители дали денег на проживание аж до 3 октября. То есть, именно у тобольских команд, получилось так, что у тобольских команды отобрались самые младшие. Две команды, команда мальчиков и команда девочек. И они выступали первыми. День приезда 23-го числа, 24-го, 25-го соревнования. И, соответственно, команда должна была отъезжать 25-го вечером, либо 26-го утром. В делегации 22 человека, все дети. Один взрослый, мой сопровождающий, это Александр Иванович Коваленко. Он именно представитель команды мальчиков, участвующих в финале. 26-го до 27-го, по приказу данной команды, должны были находиться уже где-то на середине пути в городу Тобольску. Но, так как родители выдали денег юным спортсменам до 3-го октября, эти тренеры слукавили. Конкретно один тренер слукавил, который начал писать. Сам Плюсовских, она вообще проблем не имеет. У нее все хорошо. Она разместила детей, питает и спокойно проживает. Коваленко разместил вот этот вот пост, прикрываясь детьми как ширмой. За свой счет родители собрали средства. Это еще 4 команды. Это проезд, проживание, питание. Вот за эти деньги мы еще именно снимаем это жилье, питаемся. Ну и, конечно, включается уже мой ресурс. Я вынужден вкладывать свою зарплату. Если это старая, то вопрос тогда господину Коваленко. Господин Коваленко, вам дали денег родители на то, чтобы вы хорошо разместили детей, пропитали их, а вы их разместили в старая. Вопрос-то к вам. Хотя вы должны уже были на пути быть к Тобольску. Это второй вопрос. Деньги действительно сейчас в данный момент поступили. Спасибо руководству города Тобольска. Все-таки надо было раньше все-таки позвонить. Ну, то, что Леонид Алексеевич заикнулся, там действительно виноват и центр спортивной подготовки, а просто от безалаберности Федерации легкой атлетики Тюменской области, которую возглавляет Сергеев Олег Павлович. Федерация в данном случае ни в чем не виновата. Денежные средства на Тобольскую команду были выделены в ЦСП именно на Тобольск. То есть Федерация никаких денежных вопросов с Тобольской командой не имела абсолютно. С нас было только подать списки, сделать вызов. Все, что мы, в принципе, и сделали. В уже далекие 80-е годы прошлого века в Тюменском волейболе едва ли не главной мощью была команда сельскохозяйственного института. Называли ее с уважением летучие аграрии. А все новое, как известно, хорошо забытое старое. Сейчас полное право так именоваться имеет команды департамента агропромышленного комплекса. Пусть уровень у нее пониже, но зато в областной спартакиаде исполнительных и законодательных органов государственной власти они уже стали настоящей династией. Кто-то скажет, что результат в таких соревнованиях не главное. И отчасти будет прав. Раз уж имеются фавориты, то есть и те, кто больше играет в удовольствие. Кому-то уготована борьба за место в середине турнирной таблицы, и даже его вполне можно считать успехом. Особенно, если большая часть твоей команды специализируется на мини-футболе. Как у представителей департамента финансов, которые в табеле о рангах стали пятыми. Да, в основном команда состоит из футболистов. В основном волейболом более-менее занимаюсь только я. Ну, на любительском чистоуровне, в частых турнирах, в таких турнирах, как с органами власти, так и на где-то на городских чистох командах других. В роли действующих чемпионов к турниру подошла команда областной думы. И в полуфинале столкнулась с невероятным сопротивлением оппонентов из департамента лесного комплекса. Об этом свидетельствует и счет первой партии. 26-24 в пользу думы. Безусловно. Я даже вот расклад делал, смотрел, у них слабых-то мест нет. У них все четверо довольно добротно нападают. Защита неплохая. Вообще очень мобилизованная команда. Пасы очень хорошие, значит. И я сразу ребят настроил. Это, в принципе, матч принципиальный. Если мы сегодня здесь берем, в принципе, мы уже первое, второе, мы уже ниже второго не должны опуститься. И поэтому, ну, просто настрой был. Действующие чемпионы взяли вверх лишь в третьей партии. 15-5. Но лесники отчаиваться не стали. В поединке за бронзу они обыграли сборное управление по обеспечению деятельности мировых судей. Мы рассчитывали, как всегда, на большее. Но это сегодня наш уровень. Команда выступила достойно. Все сыграли очень хорошо на своих местах. Поэтому такой результат. Немножечко с расстановкой не разобрались в начале игры. Но потом все встали на свои места, отыграли и получили такой результат. Финал таил в себе особую интригу. Снова возвращаемся к тем самым летучим аграриям. Долгие годы никому не отдававшим пальму первенства. А прошлой осенью уступившим соперникам из областной думы. И вновь они сошлись друг против друга. Действительно, ничто так не воодушевляет, как возможность вновь вернуть себе пальму первенства. И с двойным усердием готовились к этому турниру. Прошел год. И все-таки за счет того, что ритмично всей командой и болельщики сегодня на трибунах тоже поддерживали, гнали команду вперед. Думской команде нужно отдать должное. Билась она до конца. Виктор Рейн вообще вышел на площадку с травмой. Но соперник в этот день был объективно сильнее. Второй сет также остался за аграриями. Летая над сеткой, они вернули себе чемпионство. Очень мобильно, грамотно сыграли АПК, хотя видно, что немножко при каком-то счете задрожали, мы что-то поймали. Значит, игру вроде пошло, а потом на обидных вещах. Ну, действительно, кто лучше настроен был, хотя вот так вот смотрели по комплектованию, с учетом потенциала нашего, игра-то, в принципе, получилась для болельщиков, она получилась интересной. Всего в турнире по волейболу в рамках спартакиады сыграли 11 команд. ГТО в Тюмени Будь ГТО! ГТО – это модно! ГТО – это круто! ГТО – это стиль жизни! ГТО – это твой шанс! Будь в тренде! Будь с нами! Подтянись к движению! Докажи, что ты можешь! Гордись собой! Наставь свой личный рекорд! Мы с ГТО! Мы в движении! А ты! Подтянись к движению! Получи свой знак отличия! Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте и о нашем сайте asnta.ru Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова